Здравствуйте, друзья! Вы знаете, люди, которые постарше, они иногда любят что-нибудь вспомнить из молодости. Вот я вспомнил, хотел вам рассказать историю одну, которая приключилась в 1986 году, 30 с небольшим лет назад. Я тогда был молодым парнем, мне было 30 лет. И работал я старшим научным сотрудником в лаборатории методов интенсивного профессионального обучения. Был такой институт в структуре Госкомитета СССР по профтехобразованию. И вот я там был старшим научным. И мы с товарищем разрабатывали методику быстрого обучения машинопись. Тайпинг мы сейчас говорим. И вот, значит, разрабатывали. Методика эта успешно внедрялась в профтехучилищах советских и так далее по всей стране. Но, поскольку меня перло от этого дела, я написал такой самоучитель, журнальную версию, и послал его в журнал. Ну, я много куда слал, никуда не брали. По разным причинам. В журнал «Коммунист» я посылал, чтобы партийцы, знаете, там отпечатывали свои тезисы. Ну, в общем, не брали никуда. В частности, я послал в журнал «Наука и жизнь». Ну, как ученый, так сказать, туда посылаю. И они заинтересовались. Там был редактор. Звали его тоже Михаилом Петровичем. Этот редактор говорит, вы знаете, мы действительно в начале 60-х что-то публиковали на эту тему. Давно уже ничего не было. Значит, там 20 с лишним лет прошло. Говорит, вот, да, интересно, значит, все такое. И потом статья эта подвисла немножко, потому что там был еще один человек, который как раз вот в начале 60-х публиковал такой самоучитель. Ну, такой классический был человек, фамилия его Березин. Это известный в свое время человек. Он был рецензентом на нашей методике, которую ему публиковали с моим соавтором Сергеем Львовичем Хадыкиным. Я поехал к нему, я говорю, будьте моим рецензентом. Я очень уважал, он очень приличный человек был. И такой старенький уже, и такой с большими глубокими представлениями о предмете. И он вот согласился. Хотя, это то, что мы там наделали, вызвало у него некоторое противоречие. И он сначала, в общем, был недоволен и ругался, а потом как-то вот он так, что-то с ним такое произошло. И он сказал, что... Ладно, говорит, он, я, в общем-то, доволен, потому что, ну что мы одно и то же все время там пережевываем, пусть будет что-то новенькое. И взял у меня целую пачку, значит, потом этих книжек и раздавал знакомым. В общем, такой был, в общем, он нас в итоге полюбил. Хотя поначалу немножко так ругался. Но он старше был лет на 50, наверное, такой дяденька, закалки еще 30-х годов. Короче, вот из-за его рецензии, там оно, в общем, оно немножко там подвисало. И в итоге все-таки они опубликовали. Опубликовали, это было начало, самое начало 86-го года в журнале «Наука и жизнь». Это было, знаете, так почтенно. С одной стороны какой-то гроссмейстер, там, по-моему, за нами, перед нами какой-то академик. А мы с Серегой, значит, там вот эта машинопись для всех. В трех номерах все это дело издавалось. Вот. Мы директору нашему в папочку там тоже положили. Он был доволен. Он, в общем, любил такое паблисити. Николай Иванович такой, хороший был мужик. И вот, в общем, все было ничего. Но мне говорят в редакции, вы, говорят, заходите там иногда, может быть, раз там в две недели. И тут, если будет какая-то корреспонденция на адрес журнала, как бы для вас, то вы тогда вот, значит, и возьмете. Ну, я думаю, хорошо. Ну, сколько там было той корреспонденции, можно сказать, кот наплакал. Ну, может быть, в общей сложности там полтора десятка каких-то писем. Надо сказать, что в основном они мало относились к тому, что мы там написали. Ну, так, какой-то был там майор в отставке, который, значит, едучи в электричке, вот, практиковался на коленках и, как бы, научился печатать без всякой клавиатуры. Он говорит, вот у меня тоже есть методика такая, там, еще что. Ну, такого плана. Разные люди читают. В один день они, я прихожу, они мне говорят, вот, распишитесь. И там у них такой журнал. И я, против каждого письма, значит, там, расписываюсь, что я его получил. И там в журнале, значит, написано, тема, тема, там, о чем письмо. И написано, об опасности сионизма. И я говорю, а это, знаете, время-то советское, это такое еще строго, так, более-менее. И я говорю, так, я говорю, наверное, это не мне, потому что мы на политические темы не пишем. А он говорит, вам, вам, говорит секретарша, вам, говорит, не сомневайтесь. Ну, хорошо, значит, я беру это письмо. И очень жалею, что оно не сохранилось. Письмо было совершенно потрясающе, весь наш институт, где я работал. Значит, это письмо ходило по рукам, и народ просто катался, катался по полу от смеха. Но идея была, крупными такими буквами там было написано, какой-то человек, причем он слово сионизм не писал сион, да, как гора сион, сионизм. Он писал через букву Ё, сионизм. Причем это как бы с умыслом делалось, значит, смысл его письма был вот чем. Он, когда читал или там просматривал вот эту статью мою по машинопси, там были какие-то упражнения немножко, ну, там чуть-чуть совсем. Там больше теории было, чем упражнения, но тем не менее. И там какие-то были слова, где с его точки зрения просилась буква Ё, как бы в явном виде. Например, там было слово ПЛЁС, да, ПЛЁС. Но он говорит, это же явно Ё, а не Е. Но дело в том, что по правилам написания тогдашнего, вот там было Е, и мне это Е было нужно, чтобы отрабатывать букву Е. Хотя, конечно, мы произносим как ПЛЁС там и так далее. И там еще, может быть, пару мест. Ну, в общем, короче, он так написал, что в борьбе с Великороссом сионисты избрали в качестве нападки букву Ё, которая является характерно русской такой буквой. И вот сионистов это бесит. И вот они всюду, где можно и нельзя, они эту букву Ё, значит, убирают. И он там написал, тогда в городе Воронеже был завод, который делал пиш-машинки портативные. Они были маленькие, соответственно, клавиатура была усеченная, и там не было буквы Ё. Вот, и он даже в древний русский город, там, Воронеж, говорит, пробрались и выпускают пишущую машину вообще без буквы Ё. И, да, и он говорит, что мы пошли на поводу усианизма, усианистов, и он требовал, чтобы мы, значит, отказались от своих, значит, заблуждений и примкнули на, типа, так вы с нами, или вы против нас, там, вот, как-то это все такое. И заканчивалось это большими такими буквами. Он написал, так крупно, так, «Люди, будьте бдительны, сионизм». И был тогда в здании, где мы тогда работали, находилась редакция журнала «Профессионально-техническое образование». И там тогда работал Андрей Васильев. Вот, если кто-то из вас знает нынешнего Андрея Васильева, журналиста, он теперь известный такой, он приятель Андрея Ефриемова, такой веселый парень был. И мы с ним дружили. Вот, и я ему показал это письмо, и он так, ну, знаете, журналисты, и он так почитал и говорит, говорит, надо статью, говорит, написать про это письмо. И я, говорит, уже название придумал. Я говорю, давай. Он говорит, ё-моё. Вот, такая была. В общем, так, друзья, я пошел, сам не зная того, в 86-м году, друзья, пошел на поводу у сионистов, которые хотели извести Великороса. Счастливо. Ну, всё, 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 всё. Продолжение следует...